В октябре всем владельцам аккаунта разработчика магазина Google Play пришло письмо с заголовком «Теперь вам доступна форма «Безопасность данных». В этом письме говорится, что в этом году мы объявили о новых требованиях к будущему разделу «Безопасности данных» в Google Play. В этом разделе вы сможете объяснить пользователям, какие данные собирает ваше приложение и зачем, а также вы обеспечиваете безопасность этой информации. И чтобы приступить к заполнению данных, нужно в письме нажать на ссылку «Контент приложения». Ниже вы можете самостоятельно ознакомиться с советами и требованиями. Я бы хотел обратить внимание на последнюю часть письма, в котором говорится о сроках предоставления данных. В феврале раздел «Безопасности данных» станет доступен пользователям в Google Play. То есть на странице вашего приложения в магазине Google Play пользователи увидят эту информацию. Если ваши сведения не будут одобрены, в этом разделе появится запись «Нет информации». В апреле, речь идет уже о 2022 году, ваша политика конфиденциальности и форма безопасности данных должны быть одобрены. В противном случае мы можем отклонить публикацию приложения или его обновления. Не исключено, что в дальнейшем мы будем принимать дополнительные принудительные меры. То есть вы не сможете опубликовать новое приложение или обновить старое приложение. Давайте приступим к заполнению этой информации. Поднимаемся наверх и нажимаем на «Контент приложения». Далее выбираем аккаунт разработчика. Далее выбираем приложение, для которого необходимо заполнить данные. Я выберу игру «Викторину», которую мы с вами делали на последнем курсе. Заполнять форму безопасности будем для нее. Перед нами открылся раздел «Контент приложения». Здесь, кстати, если вы давно не заходили в этот раздел, есть еще кое-какие уведомления, требующие вашего внимания. Пока что мы их упустим, но вернемся к ним в конце видео. Сейчас нас интересует безопасность данных. Нажимаем «Начать». Ознакомливаемся с общими сведениями, нажав на «Посмотреть обязательные типы данных». Вы подробно можете прочитать, о каких данных идет речь. Например, местоположение, личная информация, управление аккаунтом, финансовые сведения, здоровье и физическая активность, сообщения, фото и видео, аудиофайлы, файлы и документы, календарь, контакты, история действий в приложении, сведения о просмотре страниц в интернете, сведения о приложении и данные о его работе, идентификаторы устройства или другие идентификаторы. Здесь описаны достаточно понятные требования. О рекламе здесь речи нет. Поэтому, скорее всего, если в вашем приложении есть реклама, например, от AdMob, то об этом в сведениях не сказано. А значит считаем, что данные мы не собираем. Нажимаем «Далее» и здесь видим «Вопросы». Первый вопрос «Ваше приложение собирает пользовательские данные или передает их третьим лицам?» В игре Викторини данные не собираются и не передаются третьим лицам. Нажимаем «Нет». Если нажать «Нет», все остальные вопросы уже не будут касаться вашего приложения, они пропадут. Вы, конечно же, должны отвечать на вопросы, касаемо вашего приложения. Может быть, вы и собираете данные. Затем нажимаем «Далее», «Сохранить» и возвращаемся в раздел «Контент приложения». Все, на этом с безопасностью можно закончить. А теперь рассмотрим еще одно уведомление, которое, возможно, у вас тоже висит. Это «Отслеживает ли ваше приложение данные с инфицированными?» Нажимаем «Начать». И в последнем пункте выбираем «Мое приложение не отслеживает контакты с инфицированными?» Сохранить. Обязательно проделайте эти операции с каждым своим опубликованным или готовящимся к публикации приложением. Также поделитесь этим видео со своим другом, знакомым или коллегой, который тоже имеет аккаунт в магазине Google Play.